Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Ну, отключили, отключили, значит, больше никого тут и нету, ничего не надо. Я отключаю тогда это. Ну, а что тут остается у нас тогда? События дня. Начнем мы с этого явления. Номер 467. События дня. И как? Эпиграф взят Иеремия 32-35. Господь Бог говорит, мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех. Вот каждому месту этот стих приложимый. За 23 марта 2017 года. Сегодня 24. Ну, тут когда можно по скайпу выходить, просчитать и так разнесись. Еще маленькая переписка такая была с Никитой из Потеряевки. А зачем это знать нам? Да то, что сидит, что человек ничего не делает, ему интересно. Чем можно занять себя в деревне? Тем более, время это весенний, такой переходной период. Это жизнь изнутри, увидеть ее. Он говорит. Вот это даже не об этом. Вот я ему говорю. Он мне пишет. Сухари в квартире. Мы в мешок сухарей послали. Насчет больших прудов надо через батюшку, как старшего, договариваться. Ну, там что делать. Добраться туда. Можно на лыжах или снегоходе. Это на северный пруд. Да еще с лопатами. Но не после сегодняшнего предстоящего мероприятия. Они заканчивают там 250 метров траншею, копали в снегу. Высота 2,5 метра больше. Про провода я сегодня все спрашиваю. Игнат Тихонович, видимо, по нашим молитвам, Владимир Устинов, хотя сразу, когда я утром говорил ему и батюшке о северном пруде, это, Рыжковском, что нет времени сейчас. Однако мы быстро сегодня закончили копать нашу великую траншею, как ее называют, соединяющую два лога. И он сразу сказал, что нужно ехать на Рыжковский. Ему Андрею Устину, с Володей. Андрею, Иосифу, Алексею. Ну, и я тут же подвязался. Мы приехали и менее чем за 30 минут управились пятером. Так что слава Христу. Я отвечаю. Да, батюшка мне уже звонил. Спаси Христос. Все, снимай везде, не забывай брать с собой. И в тепле на животе храни, и не повреди аппарат. Никита отвечает. Недавно вернулись. Были с Виктором на Костровом пруду. Костровый, это где у нас костер идет там. Симаковский пруд раньше назывался. Взяли для начала лыжи, обули и пошли. С Божьей помощью тоже прорыли внутри траншею. То есть где воды стек делать. Нынче много будет воды. Я отвечаю. Вам там хорошо от сознания выполнены задачи единодушной молитвы. Рад за вас. И вот мне один пишет с Австралии. Я тут ролик не так назвал, ему показалось. Он стал о стране мне говорить. Ну и все. Но запись тихая такая. Я говорю, запись очень тихая. Я вплотную ухом на коленках перед колонками. Вот у меня две колонки стоят. Но стоять на коленях, ничего не понять. Усталость берет быстро и клонит сон. Вы говорите, как я понял, про историю Австралии. И вы ее знаете. И я ни слова, вопреки вашим словам, и не говорил, и не говорю. Но мне-то эти подробности для чего? Все в прошлом. Я взял, назвал, говорю, изнеженная Австралия. Он не согласился. Пришлось быть мне в разных и всяких государствах и даже жить. К примеру, построил сарай еще прадед. И так все и стоит в Латвии. Я там жил. У нас же только при моей жизни столько раз все менялось. Села уничтожают массу. Уже более 21 тысячи деревень погибло. И что мне нужно построить теперь? Я все с нуля. И нужно начинать с пустыря. И это по всей стране. Революции, войны, перестройки. У власти бандиты и вандалы. Войны, гражданские и две мировые. Потому в сравнении с Россией, та же Америка, это изнеженная страна. Там ни одна, говорит, бомба не упала. Но кроме всего прочего, вся эта разруха выковала особый тип людей, сильных на выживание при самых суровых и критических для жизни обстоятельствах. Такие люди легче переносят тяжесть погоды и неудобств. Когда под Москву подпер Гитлер, то сибиряков сразу же туда и бросили в зимние холода. И отодвинули неприятеля. Изнежином, тут ни по карману, ни по шапке. Благодарю за труды. То есть я благодарю того человека, который написал из Австралии. Я не знаю, на заводах еще что-нибудь не ладно, я не называю поэтому. Поэтому посмотрим наши ресурсы. Вот главное был у меня, это мой мир. Вот тут где в шапке. Тут можно заказать и книги. И вот они у меня лежат. Новый завет, трехтомник. Может даже видно. Вчера только полный комплект отправили. Полный. Это 38 книг. Кроме стихов. Вот показания. Это все в моем мире. Потому что нужно сбросить данные, которые необходимы. Сберкасса, банка, там карточку и все. Второе. Это наш православный форум. Тоже написано. Вот православный форум во свете Библии. Во свете Библии все труды у нас так называются. Дальше. Вот видеоканал открытым оком во свете Библии. То есть все рассматриваем, как говорит Святая Библия. Видите, вот сегодня ночью вставлю, я встаю один, пораньше ложусь. Но зато ночью приходится вставать. Вот уже тут события дня. Зашло 140 человек за пять часов. Ну, у нас небольшое посещение. Это 119 просмотров. Это сегодняшние, которые вчера были, послали. Уже 283, 389. То есть, по маленькому тут люди посещают. 6 509 подписчиков и 5 730 841 просмотров. Ну и во свете Библии наш православный библейский сайт. Вот он как выглядит, красиво. Эпиграфы взяты. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Псалом 118, 113. И слово твое, светильник ноге моей, свет стезе моей. Псалом 118, 105 стих. Очень богатый. Здесь наши книги все. Отдельно Новый Завет для Слова Божия нетусь. И кресту православие проповеди. Ну и я считаю так, что самое важное, это 4124 ответа на вопросы. И разбито оно на 55 папок. Вот сейчас мы кое-что уже прошли. Сегодня, ну уже идем по, это у нас 47-й пункт, папка про семью. Вот сейчас мы об этом будем здесь говорить. Говорить о семье. Я буду брать вопросы отсюда. Эти вопросы будем озвучивать. Которые мне задавали в университетах. Где я вел занятия в школах. По радио. Вопрос 149. Открытый боком. Первый том. Можно ли ученику бросать начатое учение из оленя? Из-за того, что отстал и стыдно. Как выйти из этого положения? Ответ. Против лени лекарства у родителей. Не очень приятно для ученика, но пока другого не получено. Пусть познакомятся с методом Соломона. Рассказать, кто он такой ленивец и как с ними нужно обходиться. Притча 6 глава 6, 9, 11 стих. Пойди к муравью ленивец. Посмотри на действия его и будь мудрым. Да коли ты ленивишь будешь спать. Когда ты встанешь от сна твоего. И придет как прохожий бедность твоя. И нужда твоя как разбойник. Если же будешь не ленив. То как источник придет жатва твоя. С куды же далеко убежит от тебя. Притчи 10 глава 4, 26 стих. Ленива рука делает бедным. А рука прележных обогащает. Что уксус для зубов и дым для глаз. То ленивы для посылающих его. Сирахов 33 глава 25 стих. Корм, палка и бремя для осла. Хлеб, наказание и дело для раба. Вот Сирахов если не сходится. Надо брать в книжном варианте 32. На одну цифру меньше. Почему не знаю. Ну и далее. Это надо цифры засчитать. Притчи 10 глава. 13 стих. Притчи 13 глава 25 стих. Дальше. Ну и давай дальше. Теперь я пишу. Мне надо убрать это отсюда. Не знаю кто заходит и заходит. Посмотреть надо сейчас. Что-то Сергея звонит. То ли подсоединиться просто надо или что. Не, они уже подсоединились. Да что нужно делать мне? Ничего. Ну, ничего не надо? Нет. Ну зачем это звонят? Значит что-то они нуждаются в нас. Ну ладно. Пускай так будет. Теперь маленько мы сбились. Притчи 22 глава 15 стих. Притчи 23 глава 13 стих. 13. 13-14 стих. Притчи 29 глава 15 стих. В устах разумного находится мудрость, но на теле глупого розга. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Глупость привязала к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Не оставляй юноши без наказания, если накажешь его розгу, он не умрет. Ты накажешь его розгу и спасешь душу его от преисподней. То есть вот спрашивают, вот пришел на занятия в университет, я как сейчас помню, сидит и записку пишет. Думаю, что он там может написать? Вот это. Розга и обличение дают мудрость, но отрок оставлено небрежение делать стыд своей матери. Ленивцы бывают скудны, а трудолюбивые приобретают богатство. И не осуждается богатство. Хорошо. Есть из чего уделять нуждающимся, Павел говорит, чтобы трудились своими руками. Притчи 12 глава, 24-27 стих. 13-4. Дальше главы. 15-19. 18-8. Рука прилежной будет господствовать, а ленивая будет подданию. Ленивый не жарит своей дичи, а имущество человека прилежного многоценно. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных гладкий. Плетень. 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 Ленивого не излагает страх, а души женоподобные будут голодать. Женоподобные. Это подкаблучники такие. Притча 19-24, 24-й стих, 21-25, 22-13 и 24-30. 24-й глава, 30-й стих. Это из притчи Соломона. Все, что говорится о ленивом. Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего. Ленивец зимой не пашет, поищет летом и нет ничего. Алчеба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. Ленивец говорит, лев на улице, посреди площади убьют меня. Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. Притчи 26-я глава, 13-й стих. 26-я глава, 14-й стих. 14-й и до 16-го. 15-й и до 16-й стих, да. Дальше. Ленивец говорит, лев на дороге, лев на площадях. Дверь ворочается на кручах своих, а ленивец на постели своей. Да, точно. Ленивец опускает руку свою в чашу и ему тяжело донести ее до рта своего. Высмеивайся. Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. Ну, ленивый человек не учится, вот встречаются такие, не учится. Наконец он, ну, растит. Тело-то растет, а ума-то никакой. Ну, занимайся, малейка, ничего. Теперь он все отрицает. Везде обман. Везде обман. Где не скажешь? Обман. Везде. Ну, как обман? Люди уже заботятся об этом. Ну, во всем везде нашел себе оправдание. И все. Какой бы вопрос ни поднял, говоришь, ну, сейчас стало известно, вот это, такие новые открытия и прочее. А это обман, все, ничего нету. То есть он застрял на том уровне, когда не учился, как Григорий Ницкий говорит, люди верят только в то, что могут сами сотворить. Нет ничего. А как? Ему надо узнавать это, а так ничего не надо. И при том, гоносит такие, безаполитационные решения, видит все это. А на самом деле ничего нету. А дальше населается ложь. А ложь это уже прямое служение дьяволу. Там Бога нет, где дьявол. Поэтому надо знать, не отрицать. Нигилизм ни к чему не приводит. Обязательно прочтите с ленивым все определения его, как Бог рассматривает положение ныне и на суде Божьем. Матфея 25 глава, 26 стих. Господин же его сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Сирахова 4, 33. Не будь скорый закон твоим и ленив, и не родив в делах твоих. Сирахова 22 глава, 1, 22 стих. Грязному камню подобен ленивый, всякий освещит бесславию его. Воловьему помету подобен ленивый, всякий поднявшего отряхнет руку. Ну, Воловьему помету, корова оправилась, дерьмо лежит. И вот мимо нас коров прогоняют, мимо детского лагеря, а я там начальник лагеря, я детей вывожу, я говорю, ну как, вы видите, что такое, да? А, некоторые ленивые. Вот он ему подобен, ты тоже самое, куча дерьма. Вот здесь только не 22, а второй стих. Второй? Да, мы с детьми заучили. Сама убрать, значит. Да, через первое. А ты знаешь? Да, это потому что заучили 22, 2, 3 двойки. Ну, 21, 22 стих, может быть. Нет. Нет, ну ладно. Теперь, некоторые скажут, так это в Ветхом Завете. А что изменилось? Человек не изменился. Ветхий и Новый отличаются тем, что здесь все в истине, там была тень. В истине относительно души, спасения. А что касается встань рано, в Новом Завете не написано, Давыд говорит, встану рано. Там входит, это не надо. И далее. Что если человек хочет что-то сделать, в Ветхом Завете? Это же самое в Новом Завете. В Ветхом Завете написано, не женись на родной сестре, на матери. А в Новом Завете не указано. Да что, все это убрано? Относительно тела ничего не убрано. Так и десятина. Десятина принадлежит Богу. Тут толковать еще не надо. Знак благодарности в человеке сохранить, что я тебе это дал. Как златоуст говорит, Бог дал тебе воздух, землю, все. Божье это или нет? Сам ты сотворенный Богом? Богом. Как? Один, два? Ну, это через это надо, через террор просто показать, и все. Бывает такое. Валой ему по мёту был ленивый тогда, и в Новом Завете. В Ветхом Завете написано, не жалея родственников, а в Новом не написано. А что делать? Игна лисицы придут, дитя отберут. Поэтому десятина, это установление Божие навсегда. Знак благодарности Богу. А против ее только кто? Грабители, святотатцы, которые пропилили, проблудили свои зарплаты, и теперь они должны и должны. Что-то тут сильно кто-то запрашивается за нас. Сейчас мы глянем, давай. Ну, вот он заходит один тут. Что-то он говорит. Что-то тут. Можно даже просчитать. Я бы тут мелко, я сейчас покрупнее сделаю это дело. Не знаю, нужно это или не нужно. Ну, вот так у меня тут получилось, что человек очень настаивает, звонит, и звонит, когда мы здесь заняты другим делом. Мы сейчас просчитаем. Что он пишет здесь? Давай, просчитаем. Да, многократно. Люди везде одинаковые. Процент, который впадает... Внеженность и безбожие приблизительно равен тому... Проценту? Тому, который впадает безбожие по причине устройства общества, таких как в России или Украине. Поверьте, трудности и вызовы примерно одинаковые, только с разными знаками. Плюс или минус. И дальше добавляю. Но все зависит от труда сатанистов, пропагандирующих безбожие и грехов средств массовой информации. Да. Второе. Третий раз заходит. И труда нас с вами, как соль земли. Да. Вот и все. У нас есть свои трудности, другого порядка. Получаться так на так. Так на так. Четвертое это. Получается... А это кино. Вот так все это. Видишь, какими маленькими толчками идет. Ну, название странное. Странное. Это уже семь. Инать Тихонович, дорогой любимый, название мне решительно не нравится. Напишите из Нежины Николая, например. Ага. Про Австралию так не надо. Это неправда. И вам это не нужно. Вы тут не жили. Прошу поменять название. Очень прошу. Это нет. Не годится. Мне не надо просить. Я больше в этом деле вникаю. Это мой ресурс. Вот это я не люблю. Название я менять кого-то должен. Сказал Изнеженная Австралия. Еще тут такого. Вот смотри, как я никак не принимаю это. Я все принял. Но зачем мне тут командовать? Это мой ресурс. Ну, назовите там отдельный ресурс. Ролик создайте. Назовите Героическая Австралия. Или там Правильная, Святая. Как угодно. Святая Русь. А я не согласен. Я вот пишу об этом, не согласен. Но никого я не настаиваю, чтобы кто-то менял название книги, ролик или как-то. Ну, подсказал и все. Но прямо настаивайте. И очень прошу. Человека не трогал. Это что он думает? Что его за это преследует? НКВД потащит к расстрелу? Мне это очень не подходит. Дальше. Инать Тихонович, посмотрел видео с Сергеем. Ага. Мне напрямую почему не сказать, что название не хотите менять? Ага. Вот уже видишь, куда идет дальше-то. Так. Дальше. Я вам видео запишу, расскажу, что и как. А вы решите сами потом. Как решите, так и будет. Я так и решил, так и будет. Так и будет стоять ролик, и мне это не нравится, что мной начинают командовать. Это мне совершенно не подходит. Записал как смог. Конечно, кино с рассуждениями. Еще дальше. Это уже 8 раз зашел. А у меня разрешается заходить только один раз в неделю, чтобы что-то написать. Потому что она пихает и пихает, меня отвлекает, я занимаюсь чем-то другим, а я не знаю, от кого пришло. Мне не нравится. Это нарушение правил общения. И за этим что-то сатана уже есть, чтобы порвать между нами связь. Я понимаю это. 8 раз. Дальше. Вот какое. Ссылка. Не судите строго. 9 раз. Я отвечаю. Запись очень тихая. Я просчитал вчера. Я и вплотную ухом, и на коленках перед колонками, стоять на коленях, ничего не понять. Усталость берет быстро и клонит сон. Вы говорите, как я понял, про историю Австралии. И вы ее знаете. И я ни слова, вопреки вашим словам, не говорил и не говорю. Но мне-то эти подробности для чего? Все в прошлом. Пришлось бы мне быть мне в разных и всяких государствах, даже жить. К примеру, построил сарай еще прадед. И так все и стоит в Латвии. У нас же, только при моей жизни, столько раз все менялось. Села уничтожают массово. Уже более 21 тысячи деревень погибло. И что мне нужно построить теперь? Все с нуля нужно начинать. С пустыря. И это по всей стране. Революции, войны, перестройки. У власти бандиты и вандалы. Войны, гражданские и две мировые. Потому, в сравнении с Россией, та же Америка, изнеженная страна. Но кроме всего прочего, вся эта разруха выковала особый тип людей, сильных на выживание при самых суровых и критических для жизни обстоятельствах. Такие люди легче переносят тяжесть погоды и неудобств. Когда под Москву подпер Гитлер, то сибиряков сразу же туда и бросили в зимние холода и отодвинули неприятеля. Изнеженным тут не по карману и не по шапке. Благодарю за труды. Дальше Николай говорит. Ох, простите, заметил мой голос, заглушается. Простите. Ой, неудобно. Согласен со всем, что вы сказали. Наш человек неприхотлив. Знаю про ваши края. Бал был. Был у вас, видимо, был у вас. Был. Если ничего не путаю, деревня Батурино. Так, подожди-ка. Буква И это не вижу. Я вот здесь. К ней. Дальше. Народ находится там в крайней степени скотства. Скотства. Видишь, я не спротив. Нам там не только не заплатили, а еще чуть не убили. Зла не держу. Они другого не видели. И через вас пришла благодать. Вы в чистом поле начали строить жизнь. Подвиг перед Господом и благодарность всех, кто отозвался. Это героизм. Благодарю, Николай, что сатана не подкусил нас, и мы не потеряли друг друга. Мне подходит такое. Вот видите, я занимаюсь одним, а в это время многократно так. Это он опять все пишет. Опять он же пишет, да? Да, все пишет. Ну-ка я еще возьму что-то за это время. Пока сейчас пишу. Видите, вы выбираете хорошее, про вас когда пишут. Ну, какое хорошее? Я даже не знаю, что там написано. А вот он сейчас говорит, и все. А наша закаленная невзгодами порода есть такое. Есть такое. И тут нужно разложить кое-что по полочкам. На своем примере и наблюдении вокруг себя. Приехал я в Австралии мультимиллионером. Долларовым. Приехал наслаждаться жизнью. Но Господь смилостивился. Я полностью обанкротился... О-ба... А, поставь букву. О-ба... Не, не, поставь дальше, не. Подожди, ты что-то не то делаешь, куда-то. О-ба... Обанкротился. Ну, вторую кейл убрать надо. Вот теперь все. Я полностью обанкротился и оказался с семьей на улице. В чужой стране, без средств. Год как переехал. Господь миловал. Я взмолился, как никогда. Читал Писание, учился и всех научал дома. Голодали. Дальше я попал в рабство и получил второй урок. Все Господь преподнес, чтобы я увидел себя в прошлом. Вот видите, как хорошие слова пишет. Преподнес урок какой. Я ничего не выпытываю, что сказал, то есть сказал. Я молюсь, и Николай, да благословит Господь. Вот пока говорили, сейчас писали, он еще раз зашел. Надо только разом один написать за один раз. И меня это отвергло. Вот дальше. Чудеса Господни случались в соработничестве. Не буду об этом. В соработничестве. А, поставь. Дальше. Не буду об этом, но Господь после усвоения урока мной и моей женой вывел, как из Египта, провел и между морей и пустынь. Вот. Вот сколько сейчас даже отходить, надо опять что-то написал. Сейчас у меня свой бизнес и даже два дома. Даже дома. Ну вот видите. Ну и слава Богу, Николай, да благословит тебя Господь. Я прошу мной здесь это Ага. Вот здесь напиши Скляренко. От нити? Да. А подожди-ка, там что-то какие-то буквы. Подожди сначала. Запиши. Скляренко. Видите как вот. Это задержка мне, конечно. Он опять что-то заходит. Но уже ничего не будет. Это я отложу до следующего раза. У меня тут своя программа. Вот. Так, это что мне закрыть надо? Уйти. Где-то тут она, вот она. Этот, этот? Да. Скляренко. Он туда ее закинул. Так. Аппарат про семью мы прочитали. Я увожу туда. Вот. Что-то это не идет. Операция не может завершена, потому что файл открытый. Она не может быть, потому что ну давай. Вот. Не говори с немилосердным о благотворительности, с ленивым о всяком деле, с годовым наемником об окончании работы, с ленивым рабом о большой работе. Не давать ему есть. Чаще указывая на эти стихи и применять средства пониже спины. Там растут его уши по ушинскому, которому нарицают отцом русской педагогики. Ушинский об этом говорит, его везде хвалят советские, а тронуть нельзя ребенка. Нельзя. А когда дальше возьмут его в армию, там в Чечню везде, в Афганистан толкать можно, а обожженные трупы будут привозить. лицемеры. Вот так. Теперь новый вопрос и опять считаем. Вопрос 142-й. Первый том открытым оком. Скажите, почему в Библии говорится Эфесянов 5.33 жена боится своего мужа. Почему она должна во всем слушаться? Муж не Бог, может ошибаться и заблуждаться. Ну да. Ответ. Слушаться только в том, что не противоречит Священному Писанию. Поэтому скорее начинай изучать Библию, чтобы знать свои права. Не нужно было... Видите, какой ответ даю. Поэтому в семинарах не учат. А я не кончал, меня не уродовали. Не нужно было выходить замуж и сейчас бы не пела, словно ласточка свободная была. На свою беду я от тебя я постричала и забыть, как ни старалась, не могла. Вот и сиди теперь, кукой. 1 Коринфянам 7.28 Впрочем, если женишься, не согрешишь. Если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Вот так, вот это жаль. Не надо было жениться и все на этом. 1 Коринфянам 7 глава с 33 по 34 стих А женаты заботиться о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужней и девицей. Незамужняя заботится Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой и телом и духом. А замужняя заботится мирском, как угодить мужем. Так если она незамужняя заботится, она только там заботится, ну как пишет Некрасов, сначала она вот так-то хотела, тот не такой, а этот, Иван Андреевич Крылов пишет, и так, и так он думал, она и тот нехороший жених, тот нехороший, а теперь за кого угодно, наконец, говорят, из-за хромого инвалида вышла, потому что возраст ушел, красота уходит, она вначале волосинки дергала, где седые появляются, ну вот такое. Ну а мне подошла одна, я не знаю, то ли она Иннокене, или кто, Жордан Вилли, и стала говорить, вот у меня беда большая, я говорю, и что, ну как-то помолиться надо, сердце у меня неспокойное. У меня две дочери, ну и одна такая, прямо берется за что, всегда до конца доводит, а другая, вроде, помладше, она за ней идет, и она затеяла, то пойдем в монастырь, ну монастырь-то пока и накинет, то другое, и потом что-то с ней сделалось, не стало, она, говорит, ничем не стала заниматься, по газетам, только ищет неженатых, и, видимо, как у нас называют, пролетело, ну что там, познакомилась, еще воспользовался, и отбросил, как часть ракеты отработана, и все, и она ничего не придумала, лучше, как пошла под поезд, что ли, бросилась, и теперь одна у меня дочь, и вот такой, она сначала туда тащила, а потом сюда, а что по Библии, там ни то, ни другого нету по Библии, ну я ей сказал, надо было учить ее Слово Божие, знать, она бы этого не делала, и вот дальше, 30 минут прошло, вопрос 143, первый том, открытым окон, Бытие 3, 17, Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей, и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, ну вспомни, как пишут братья Карамазов, Достоевский, Митя, там из-за жены загрушеньки, там из-за денег, и прочее, и за жен, сколько погибло, во второй книге Ездер написано это, Не значит ли это, что не нужно слушать голоса жены? А теперь наоборот, тот вопрос был, так, а теперь так, ответ я даю ему. Матриархат, эмасипация женщин, это изобретение дьявола, его научение, начатое еще в раю. Вот так. 1 Коринфянам 14, 35, Если же они хотят, чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично же не говорить в церкви. 1 Тимофея 2, 12, Учить жене не позволяю, не властвовать на мужем, но быть в безмолвии. Иоанн Златовус говорит, если ты вышла замуж, превратись в камень. Более подробно в нашей книге к истинному православию, в главе о семье. В делах житейских, хозяйственных, жена бывает острее мужа. Постарайтесь книгу, домострой сделать настольной, там это все разложено по полочкам. Ну вот, я сказал, где это написано? О семье. Немножко отвлекусь, только показать. Вот смотрите. Вы сразу можете найти. Вот включите, посмотрите. Вот. Это наш библейский сайт. А здесь есть к истинному православию. Вот оно. Я его только откнул сейчас, а оно открывается. И вот все теперь дальше. Где это? Ословие. Вот оно о семье. 235-я страница. Вот я воткнул, а теперь о семье как раз все и говорится. А вот теперь надо брать отсюда, переносить о семье. Это там будете. Ну, тут еще нельзя. Ну, понятно, откуда брать о семье, православие, и язычество. Ну, ладно. Я его возвращу в прежнее состояние, заранее подготовить. Я не знаю, еще надо это или не надо. Вот мы сейчас здесь опять, видишь, как я отошел от этого маленького. Хорошо, дальше. Вопрос 144-й. Открытым оком первый том. Женщина, которая ухаживает за своим грудным ребенком. Чем может быть полезно для церкви, чтобы не стать диванной христианкой? Вопросы-то какие задают? Ответ. Бог каждому дает по силам труд. Самое трудное, как наша мать говорила, Богу молиться и с детьми водиться. А детей надо еще и воспитывать. Это огромный сверхъестественный труд. И это и для церкви полезно. Постоянно молись и не теряй близкого общения с сестрами, чтобы знать нужды церкви, знать, о чем молиться. Книга Руфь, 4 глава, 16 стих. И взяла на иметь дитя сие и носила его в объятиях своих и была ему нянькою. 1 Тимофею 5,10. Известная по добрым делам, если она воспитывала детей, принимала странников... Не воспитывала, а воспитала. А, воспитала. Воспитала, то есть уже воспитала. А не просто этим занималась и ничего не дало это. Умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому добрым делу. Воспитывая дитя в страхе Божьем, в уважении к церкви, приучая его к молитве. Чтобы разгрузить других, таких же кормящих мамок, можно на празднике объединиться, и кто бы один оставался с группой детей, чтобы остальные могли сходить в церковь помолиться. Вот, видите как? Какие вопросы? Теперь новый вопрос, тоже по семье. Вопрос 144. Это тоже самое? Ну да. Ну а как это так, ребята? Или я не то открыл? Ну а то я даже не понял. А, так я его сразу не вытащил. Там открыл его. Правильно. Теперь новый вопрос открываем. Вопрос 153. Первый том открытым оком. Сын работает и живет с родителями. Как ему належит распорядиться своим заработком? То есть это папка о семье, поэтому все о семейных делах такие вопросы. Ответ непонятно с какими родителями, с матерью или с тещей? О, это тоже имеет значение. Книга Товита, 10 глав 12 стих. Потом сказал дочери своей, почитай твоего свекра и свекровь. Теперь они родители твои, желая слышать добрый слух о тебе и поцеловал ее. И една сказал Товии, возлюбленный брат, да восставит тебя Господь Небесный и дарует мне в виде детей отцар и дочери моей, дабы я возрадовалась пред Господом. И вот, отдаю тебе дочь мою на сохранение, не огорчай ее. Если вопрос о заработке, то если вы питаетесь общим котлом, всем положить поровну. если все верующие и постятся равны, но вначале после получения пенсии и заработков сразу же отделить точно одну десятую часть священства и отдать скорее. Потом подумать, будет ли что на вторую часть для храма и третье на нуждающихся в вашей помощи, а остальные деньги также поровну за коммунальные услуги и прочее. У каждого должны быть капиталы на накопление, на покупку для себя или кому-то в подарок. Не презентовать на то, что другому по праву принадлежит, хотя бы вам и казалось, что это не так. Если же дети уже взрослые и живя с вами еще не женаты, ваша власть тоже не совсем бесконтрольна над ними. Если сын не пьяница, то жить на равных. Не давить возрастом и не козырять. Родила воспитывала. Не давить возрастом. Родила, воспитывала. Информация, понимаешь, как упреку дает она всегда. Я тебя родила и начинает претендовать на все. Если же пьяница и не слушается, то расстаньтесь и сдайте его в милицию. Вот так. Почему? Писание так говорит? Считай. Второзаконие 21 глава с 18 по 21 стих. Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшим городам своего и к воротам своего места пребывания и скажут старейшим городу своего. Всей сын наш буен и непокорен, не слушает слов наших мод и пьяница. Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти. Итак, истреби зло из среды себя и все израильтяне услышат и убоятся. Притча 23-21 Потому что пьяница и присущающаяся обеднеет и сонливость оденет в рубище. Огромная страшная беда если чадо наркоман или токсикоман. Пропал весь ваш товар. Тут только чудо Божье спасет вас. Не приведи Господи. 1 Карифен 5.11 Но я писал вам не сообщаться с тем кто называясь братом остается блудником или лихоимцем или злослужителем или злоречивым или пьяницею или хищником. С таким даже не есть мести. 1 Карифен 6.10 Ни воры ни лихоимцы ни пьяницы ни злоречивые ни хищники Царствие Божие не наследуют. Вот видите какие места. А вот этот тут заходит и заходит ко мне одно и то же. Так я должен обратить внимание он что-то еще написал что-то. Прочитаю слух. Вот это сейчас можно даже взять. Видите сколько в это время написал. Ну я сейчас должен опять ответить. Вот на ваших глазах как поддерживаются связи ну и как нужно отвечать. Не каждый знает. Вот смотри здесь теперь я это беру сюда вставляю его считай что он написал здесь напишет Кляренко Николай ну ну ладно двоеточие дальше вот он пишет и пишет и сбрасывает помаленьку а я даже не знаю кто меня нужно отрываться дальше сейчас сейчас у меня свои бизнес и даже два дома но суть того что почти все все кто приехал в Австралию приезжали с запасом денег на 2-3 месяца приезжали так с запасом денег на 2-3 месяца все строили с нуля большинство населения Австралии это люди которые все выстроили из ничего да и тут момент истины одни в момент испытания проходили момент или как там а некоторые хулили господа семьи разрушались спивались кончали самоубийство да такова правда миграции это не для слабаков и многие здесь в разговорах также свидетельствуют о тяжелых годах как они обращались в молитву господу голодали и ниществовали люди приходили в чистое поле и строили и это тут есть до сих пор так получается что все кто превозмогли здесь на новом месте делали упование на господа а у нас такое первый же год значит приедем бульдозером все свалим у нас страх какой разве там делают так а здесь еще не стоит разрушить храм построенный рисуют как в фильме Левофан ломают купола валят и все еще испытала это астралия нет конечно у нас другое дело строишь и как на ножах сидишь людям о нем не надо рассказывать они имеют живое богообщение но не все не надо рассказывать людям о Боге или еще я не считаю что-то правильно не все но большинство местный житель это иссушенный жилистый мужик австралы это богобоязненный народ в большинстве своем австралы это как сибиряки британской империи тут есть еще и аристократия и буржуазия революции это не было классы не перемешаны и последние лживые и скользкие прослойка они и правят единственное перераспределение богатств здесь работает да богатство урок России усвоили давать назад людям просто дешевле чем последние революции последствия революции как-то так Игнать Иванович в богатство дешевле чем последнее так-то так это он мне пишет так-то так это хорошо но сейчас я должен ему ответить на это смотри как отвечу отвечу как это как раз это и есть это я не заметил видимо у меня тут такое правило так смотри вот это давай да это ему может и не понравится прочитай что написано скайпе на моей страничке и на других ресурсах одному и тому же человеку разрешается сделать сообщение не более чем одну за неделю прошу не нарушать сей регламент то есть он сделал не один не два а много много дальше вот сюда контр-лв вот теперь я ему посылаю это одно сообщение у него уже больше двадцати вот так ну и опять из этого уходим новый вопрос видите что как вот где-то она может папку да это семья вот эта семья в эту папку вот еще тоже семье тоже туда уйдем молчу месяц он ответил а он ответил молчу месяц давай вопрос 137 первый том открытым оком если муж неверующий то можно ли научить его вере можно ли по любви выйти замуж за неверующего вот так вопрос как я задаю это вопросы я стою за кафедры вот представьте что будет отвечать Осипов ну по порядку всех кого кто священники выходят так мысленно прикиньте он никогда библии не открывает ни один я его то не видел на память что-то где-то скажет да и неправильно ответ 1 коринфянам 6 глава 12 стих и 10 глава 23 стих все мне позволительно но не все полезно все мне позволительно но ничто не должно обладать мною все мне позволительно но не все полезно все мне позволительно но не все назидает вот так На слово «можно ли?» ответ приходит из райской обители. Бог сотворил нас по своему подобию, потому мы наделены страшным и дивным даром – свободой. Жена не должна мужа учить, но ей заповедано учиться и быть безмолчаливой. Вот я сказал, и сразу подтверждаю, то есть они должны научиться сами искать ответы, зато он говорит, научитесь не задавать вопросы, то есть сами находите их. 1 Тимофея 2 глава 11-12 стих. Жена доучится безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть безмолвии. 1 Калифимов 14-35. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дом у мужей своих, ибо неприлично жене говорит в церкви. Этот регламент дан для семьи, где муж верующий, но если он спотнулся, то вместе с ним падает его кафедра. Отныне он пусть учится у благоразумной супруги, она может ему учить святому. 1 Калифимов 7-16. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Сложнее дело, когда парень верующий, а она не верующая, или наоборот. И вот она тянется туда, в мир, к кучерявому, полузнакомому аглоиду. Это и житие полуаглоид, это житие такое есть. Густина полюбила и не дает ей проходу. 2 Калифимов 6-14. Не проклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с мой? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Это противоестественно, совершенно ненормальное явление. Аномалия в природе. Христос, когда послал нас в мир, то предупредил. Наши отношения с миром весьма ограничены. Матфея 10-16. Вот я посылаю вас, как овец, среди волков. Итак, будьте мудрикой змеи и просты, как голуби. Овечка тянется к волку, и что от нее будет? Не про это ли пела еще в детстве, что останутся бабушки, рожки да ножки? Ироган оставит тебе неверный твой, неблаговерный. И ножки твои не помогут. Ишь ножки, то есть смотрят на женщину, там девушку, и ножки какие. Я-то я выигрываю. Цветок сорван, и он ушел. Неверующий это уголовный кодекс с полным его нарушением в душе. Уже готовый на все тяжкое. Только бы случай предоставился. Нет, не торопись к сатане впасть. Помолись и дождись своей доли у Бога. Иеремия 29-11. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Вот ответ какой. Это я на кафедре стою и отвечать должен. Там искать некогда. То есть выйти перед народом надо знать. Второзаконие, 30 глава, 15-19 стих. Вот. Я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Вот представьте, что отвечает Дмитрий Смирнов. Будет он тебе отвечать так или нет? Он и в Библии там может быть держал, только в семинаре учился. Каждый день городец сидит такой, страшно слушать. Первый карифенам 7-39. Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти. За кого хочет? Только в Господе. Только в Господе? Только в Господе. По-Божьему как? За верующего? Тут ответ простой. Вопрос 138. Первый том открытым оком. Если мужчина был женат до обращения, не на действительности, может ли он стать священником? Ответ. И сказал Господь Моисею. Левит 21 глава 13 стих. В жену он должен брать девицу из народа своего. Вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жену. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь Бог, освещающий его. Видите, в чем дело? Доказательство какое? Я Господь. Для меня зачем эта браковка? Другое дело, это до крещения было, там это все, говорится, крещение смывается. Апостольское правило, 18-е. Взявшую супружество вдову или отверженную, а супружество, или блудницу, или рабыню, или позоричную актрису, ни епископом, ни пресвитером, ни диаконом и никем в списке священного чина не может быть. Ну все. Правило какое? Принято считать, что все, что было до крещения, предано забвению. Человек родился заново, и прошлое его не вспоминается. Даже бывшие до крещения разбойники, как Моисей и Мурин, становились пресвитерами. Ясно, что и этот подобный недостаток, бывший... Какой? Недостаток? Ну какой? Побочный недостаток... А ты говоришь подобный. А. Дальше. Бывший до крещения не ставится в вину и не служит препятствием для рукоположения. И это справедливо. Видите, какие ответы. И даже по слову Божию, по канонам, повторяю, никто из священников сегодня этим не занимается. Просто их нету. И нету почему? Они его не любят, закон Божий. Ну и так, что на память что-то где-то знает. А остальное прямо балагурством занимается. Вопрос 145. Инать Тихонович, как поступать с мужем, если он пьет кури, бронит матерно, неверующий и не отходит от телевизора? Да. Ответ. А такой же не кротко все переносящий, можно сказать, мученица. Как образец, почаще вспоминайте святую Монику, мать Блаженного Агустина. И просите у Бога сил подражать ей. У нее муж был очень крутой и дорожливый, как и у многих из ее подруг. Побитые и уничиженные после получки аванса, с венгалами под глазами, ее подруги удивленно смотрели на ее, всегда аккуратно одетую, чистую и веселую. Не видя на ней следов субботнего, в кавычках, воспитания, мужа. И спрашивали, как ей удается обходиться без синяков при зло... С веронравным характерю благоверного. Да. Новое слово, ты смотришь, и говорит, ну, эти, прямо удивительно как, перешагнуть не можешь. Любовью и кротостью, отвечала она, смирением и послушанием. Прочтите небольшую повесть «Судьба человека» Михаила Александровича Шолохова. О рядовом советском гражданине Соколове. Он возвращался домой с работы иногда, и на первой скорости, в кавычках, так что и улиц не хватало. Но жена его, Ирина, ни разу не попрекнула его, как он говорит, в кавычках, знаю я таких шалав. Да поступи она со мной иначе, и я бы, как бог свят, завтра снова бы напился в дымину. А так утром я не смел глаза поднять от стола. Давай прочитаем, как это он говорит. Ты что-то толчками гонишь ее. Вот, такой он приходил. Он говорит, зная таких шалав, да поступи она со мной иначе, и я бы, как бог свят, завтра снова бы напился в дымину. А так утром я не смел глаза поднять от стола. Примеры. Примеры. Правильно. Неэмансипированного поведения женщин наполняют страницы жития святых. Считайте чудные повести о послушных женах. Петра, 3 глава, 1 по 7 стих. Так же и вы, жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. Да будет украшением ваше не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человека в некленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя повиной своим мужьям. Так царь оповиновалась Аврааму, называя его господином. Войдите ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. То, чтобы и жена называла тебя господином и чувствовала, что ты господин. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощным сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитве. Вот главная причина, почему с ней, с женой, надо обходиться так, чтобы можно было молиться с нею. А она всю жизнь будет у тебя по, как говорится, булыжник под ногами. Тащи, деваться некуда. 1 Тимофея 2 глава 11-12 стих. Жена доучится безмолвии, со всякой покорностью. А учить жене не позволяя, не властвовать над мужем, но быть безмолвии. Ни о каком разводе с плохим мужем не может быть и речи. Видите как, вот я это считаю и говорю, я повторяю, что сегодня священники, они не будут так вот говорить. Почему? Потому что Слово Божие они не любят. Ефесянам 5 глава 22-32 стих. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должен мужьям любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Тайность и я велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Апостол повелевает слушаться и быть в повиновении не только у хорошего мужа, и не ставить никаких других условий, и не нужно своими комментариями устранять прямое повеление послушания. Муж есть глава, основной компьютерный центр, а она тело. Мудрые, в кавычках, жены, даже и здесь пытаются мудрить, говоря, если я тело, то шея относится к телу, и куда шею повернет, туда и голова. Да-ка шея, зачем она будет думать-то? Ее шею-то как раз голова и поворачивает куда надо. Это совсем глупая. Даже в этом видно, что она глупая. Да, самое опасное в том, что этому пьянице, если она с ним венчана и брак закона, она должна поминоваться и в ложе. Будут рождаться дети-недоумки, дебилы или гефрены. Нельзя этого и вообразить, но и здесь она должна положиться на волю Божию. Иногда о таких мужьях жены молились, и Бог устранял их, как святая Анастасия у зарешительницы, и они получали свободу, как святая Олимпиада. Но нужно молиться об обращении мужа, а не его смерти, добавляя, да будет воля твоя. Но в послушании положен предел. Когда требования мужа побуждают нарушение заповедей Божией, тогда не покоряйся, но если нужно, и умри. В нашей книге к истинному православию в главе о семье подробно об этом написано, а также в книге симфонии на життя святых. Вот видите как. Снова берем вопрос, посчитаем. Вопрос 139. Первый том открытым оком. Если отец блудник, матерщинник, не признает за собой грехов, совсем не верующий, какое общение возможно с ним? Ответ. В вопросе много неясного. Живешь ли в родительском доме? Сам ли себя обеспечиваешь всем необходимым? Если в доме отца находишься, то реши, останешься ли дальше там. Если остаешься, то провести четкую грань, где грех отца может на тебя повлиять. Если есть своя комната, то сделай крепкий запор и всегда быть закрытым. Не видеть и не слышать ничего. Молись, ходи на посещение больных, к верующим на занятия и веди себя как отдельная автономия. Не мерчишись под ногами отца. Если невыносимо и опасно, переходи к верующим. Только к верующим своего вероисповедания. И там будешь уже как общество с ограниченными правами. Отца не обличай, не упрекай. Если он бывает трезвый, то скажи ему по-хорошему, когда этому представится случай. И он сможет тебя выслушать, что ждет его за гробом. Расскажи о Христе. Тут все будет решать твоя христианская жизнь. Дела кричат впереди нас и намного громче наших слов. Это не то, что с налету где-то выступить в Доме культуры. Тут тебя как облупленного знают. И сколько ты ешь, и когда встаешь, какой подвиг творишь, как чудотворствуешь. Если же родители уже в возрасте, то не пренебреги ими, хотя бы они были неверны. Премудрость Соломона 2 глава 10 стих. Будем притеснять бедняка, праведника, не пощадим вдовы и не постадимся многолетних сединстарцев. Это говорят безбожники так. Если же ставят условия, или живи здесь тихо, или прочь со своим Христом фанатик, тогда уже ты вволен уйти сразу, во всем положившись на Господа Иисуса. И он не оставит нигде, будет все только лучше и на пользу души. Другой вариант. Когда родители верующие, а творят неподобающее, или бывшие верными и стали отступниками, тогда уже по-другому поступать с ними, даже если они и не против твоего жительства дома с ними. Видите, как все это надо? Какой вариант? Я говорю, непонятно в записке. Вот это-то вы не написали где-то. Ну и теперь, я думаю, хорошо, что не написали, я все варианты тогда осматриваю. 1 Коринфянам 5 глава с 9 по 13 стих. Я писал вам в послании, не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надежно было бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, а остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником. С таким даже и не есть мести. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните разращенного из среды вас. Не только не есть, Ефим, а даже извергните. В записке нет определенности о семье, потому даю такой ответ пространный. Если что-то еще есть свое в этой семье, то напишите дополнительно, и мы посмотрим, что скажет сам Господь Бог через свое писание. Видите как? Человека приучить искать ответы в Библии. Вопрос 140-й. Первый том открытым окон. Если при живом муже жена обвенчалась другим, так как с первым они были разведены, а дружки знали об этом и однако участвовали, то будет ли на них грех, так как они христиане? Ответ. Если венчание было незаконное, то виноваты все участники. Нужно было предупредить священника, остановить, довести до сведения архиерея. Нужно жить не по лжи. Эфесянам 5 глава 11 стих. И не участвуйте в бесплотных делах тьмы, но и обличайте. Откровение 3.19. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. 1 Тимофея 5.22. Не делайся у участников в чужих грехах. Храни себя чистым. Дальше. Вопрос 141. Первый том открытым окон. Если ребенку возраст до года, то соблюдается для него пост в среду и пятницу. Если можно молочным грудным детям, то до какого возраста? Ответ. Канонов на это нет. Но есть описание того, как было раньше. Это можем узнать из Библии. Видите, какой вопрос. Кажется, странный довольно вопрос. И опять же, никуда. Только в Библии. Я не отвечаю сам по себе. Поэтому я все время говорю, ну как же так, священник, доверие. Ну молотит и молотит языком. А ни одного слова Библии нет. Вот читаем. Что Библия говорит об этом? Премудрец Соломона, 1 глава, 1 стих. И я человек смертный, подобен всем потомок первозданного земнородного. И я в отробе матерни образовался вплоть в десятимесячное время, сгустившись в крови от семени мужа и усложнения, соединенного со сном. И я, родившись, начал дышать общим воздухом и не спал на ту же землю. Первый голос обнаружил плачем одинаково со всеми. Скорбен в пеленах и заботах. Ибо ни один царь не имел иного начала рождения. Один для всех вход в жизнь и одинаковый исход. Царь-то или кто? И ребенок ни один не родился, чтобы он угнулся сразу. Ой, наконец-то. Не имя плачем. Обнаружил плачем. Вот доказательство. Откуда вы, говорит, берете, что все дети плачут? Вы же всех не знаете. Знать не надо. Первый голос обнаружил плачем одинаково со всеми. Что непонятно? Я не понимаю, почему люди никак не соглашаются с этим? А ответ только один. Газсатана не допускает. Смотри. Первый голос обнаружил плачем. Дальше. Второе Маковейское, седьмая глава, двадцать седьмой стих. Наклонившись же к нему и посмеиваясь жестокому учителю, она так говорила на отечественном языке. Сын, сжалься надо мною, которая девять месяцев носила тебя в очреве. Три года питала тебя молоком, скормила и вырастила, и воспитала тебя. Даша, три года кормила молоком. В життя святых описывается, что малые дети постились и не хотели питаться грудью матери в среду и пятницу. Да. Но этот феномен и остается как чудо. У нас в семье было десять ребятишек, и как только мама отсаживала от груди, то уже все посты соблюдали. Грудью дольше года, пожалуй, никого не кормили и все выросли. Все на этом закончить.